Ребят, знаете ли вы, что это такое? Я думаю, что нет, но что я с тем скажу, что это просто взрывающаяся карамель или хлопающая карамель. Тогда все встает на свои места. И да, ребята, всем привет! Сегодня мы решили провести эксперимент вот с такой взрывающейся карамелью. Это очень интересная штука, я думаю, что каждый из вас по-любому ее пробовал, а если нет, то вы многое потеряли, потому что сейчас она уже практически не продается. Давайте для начала откроем один пакетик и посмотрим вообще, что это такое. Сама по себе карамель выглядит вот так. Высыпаем ее на руку. Слышишь? Она уже начала шипеть. Она уже щелкает. Короче, эта штука при взаимодействии с водой или с влагой начинает трещать. Она начинает так взрываться реально. Такое ощущение, как будто у вас во рту какие-нибудь маленькие петарды, знаете? Это такое прикольное чувство, непередаваемое. Смотрите. Реакция пошла. Да. Причем в детстве я очень боялся этого, потому что щелкает он действительно очень сильно. Блин, я думал, я думал, зуб вылетит сначала. Ребят, обязательно ставьте лайк, если хоть раз в жизни пробовали такую карамель. Очень интересно посмотреть, сколько нас таких людей. Так, давайте посмотрим сейчас на взрыв карамельки прям максимально наглядно. Ну, не у меня во рту, а вот именно вот так вот на столе. У нас есть вот такое вот блюдечко. Открываем его. И еще один пакетик взрывной карамели. Высыпаем. Давайте выберем самый большой кусочек карамели. Я уже его вижу. Вот он. И положим его в отдельную тарелочку. Также у меня есть вот такой вот шприц, в котором находится обыкновенная вода. Давайте сделаем прям капельку на этот камушек и посмотрим, что будет. Пошла реакция. Щелкнуло причем вот здесь. Вот это щелкнуло, да. Серьезно? А это не щелкает. Слушай, здесь и есть какой-то, какой-то подвох. И сейчас мы разберемся с этим. Давай вот это сейчас высыпем все, что у нас есть. Может побольше надо воды просто? Да, я попробую. Слышишь? Громче стало. Один пакетик очень громко шумит. Причем взрываются они очень рандомно, как-то очень странно, знаешь. Но это прикольно. Слушайте, ребят, есть одна очень интересная теория. Вот смотрите, мы берем пакетик взрывной карамели и высыпаем себе в рот. Но во рту тепло. И реакция идет прям очень бурно. Она стреляет, выстреливает, она прям шумит конкретно. А сюда мы добавили холодную воду. Может быть в этом какой-то прикол есть? Вот как вы думаете, напишите в комментариях. Очень интересно потом будет узнать, правы мы или нет. Ну а мы сейчас это проверим. Ребят, перед вами два стакана. В одном находится холодная вода, а в другом кипяток. И также по одному пакетику взрывающей карамели мы высыпали рядом с этими стаканами. Короче, сейчас мы высыпем и посмотрим, влияет ли температура как-то на взрыв карамели. И самое главное, мы будем оценивать это все не только глазами, но и ушами. Воспользуемся шумомером. Так, давайте начнем с холодной воды. Включаем наш шумомер на максимум, чтобы он запечатлел именно максимальное значение. 83 децибела? Чувак, это громко. Ну, достаточно, да, громко. Слушай, нифига пачка так-то шипит, вообще нормально одна. Вот тут нужно запомнить, какая реакция сейчас идет на холодной воде. И потом посмотрим, как это будет с горячей. Блин, 83 децибела, это прикинь, это одна пачка только. Офигеть, а прикиньте, как это будет тысяча. Мне кажется, это будет очень громко. Наверное, придется надевать наушники, знаете, чтобы не оглохнуть. Слушайте, это прикольно, это интересно. Так, это убираем, чтобы нам это не мешало вообще. Ну и горячая вода, вот прям интересно, что сейчас будет. Так, выставляем так же. Сто девять. Офигеть, это было очень громко. Вы только посмотрите, какая реакция идет. Они прям взрываются в воде. Слушай, мне кажется, тут реально можно было оглохнуть, если ухо прям близко подставить сюда. По-любому. Вот так вот, если сделать, это все, это фиаско будет. Офигеть. У нас даже шарики некоторые не так громко лопали. Кто бы мог подумать, что взрывная карамель на такое способна. Офигеть. Значит, получается, что температура влияет. Если один пакетик так шумит, то вы только представьте, как будет шуметь тысяча. Но есть один момент. Мы немножечко вам наврали, потому что там не тысяча пакетиков, а три тысячи пакетиков. Но я думаю, что вы не обидитесь. Просто тысяча звучит лучше, чем три тысячи, правильно? Слушайте, ребят, появилась просто гениальная идея. Что если купить тысячу шипучек? Знаете, такие конфеты, внутри такой порошок, который шипит. Достать его оттуда, посмотреть, сколько порошка в тысячи шипучек, а потом это все высыпать в воду. Мне кажется, там реакция будет вообще очень бурная, потому что она достаточно так сильно реагирует во рту. И это будет реально очень круто. Давайте, когда под этим роликом наберется 100 тысяч лайков, мы обязательно это сделаем. Так как это карамель, хоть и взрывная, очень интересно попробовать ее растопить. Сделать какой-нибудь леденец, который будет просто дико щелкать. Вот я не знаю, возможно ли это сделать. Когда ты делаешь леденец просто из сахара, то ты добавляешь немножечко воды. Сюда же воды мы добавить не можем, потому что пойдет реакция. Давайте попробуем просто ее растопить. Интересно, что получится. Мы высыпали 10 пачек нашей карамели. Я думаю, что этого будет вполне достаточно. По идее, она должна растопиться прям в карамель. Ну, это по идее. Она начинает шипеть. Я что-то тоже слышал, так чуть-чуть. По чуть-чуть, да, прям так? Очень-очень слабенько. Прям по чуть-чуть, по чуть-чуть прям идет. Ну, сейчас нагреется, мне кажется. Должно что-то произойти. Ну, сработать они не должны. Они срабатывают от влаги. Влага попадает и начинает там как-то реагировать. Ты смотри. Я видел, что было нормально сейчас. Блин, надо очки надевать. Это... Я не понял, это что такое? Это попкорн, Андрюха. Да е-мое. Я боюсь представить, что будет, когда она раскалится сейчас. Она как попкорн работает, короче. Очень странно это все. Ну, тепло, да. Почему она срабатывает, я не понимаю. Хорошо. Блин, это такая острая фигня на самом деле вообще. Да е-мое. Я не могу... А почему она не растапливается-то? Нужно пошевелить сковородку. Да, попробуй. Ну-ка поставь обратно. Так, давайте немножко пошургим ее. О-о-о-о. Она тут... Она как жвачка, смотри. Слушай, прикольно. Слушай, реально как жвачка, офигеть. Если это получится жвачка, я офигею. Ну, или конфета вкусная. Карамельная жвачка, Андрюха, будет. Ну, по крайней мере, похоже очень на жвачку. Так. Горячая? Тут она как-то вверх пошла резко. Так, слушай, ну она... Она не сильно горячая. Попробуем? А внутри горячая, да? Ну, немножко, да. Ну, терпимо, терпимо. Слушай, нет, она... Смотрите, она как сахарная вата, короче. Слушай, реально. Да, слушай. Это что называется сахарная вата? Давай попробуем. Это очень вкусно. Слушай, она такая... Это очень вкусно, Андрюха, прям горячая, очень вкусная. Она не хлопает, но вкус вообще другой. Это знаете... Я не знаю, с чем это сравнить. Мне кажется, мы открыли новый деликатес. Деликатес. Это реально очень вкусная такая горячая, сладкая конфета. Офигеть, ребята. Я не знаю, как вам писать это словами, но это реально горячая, вкусная конфета. Я такой впервые пробую. Вот! Вот это, я понимаю, эксперименты, когда мы делаем какие-то открытия интересные. Если вдруг вы найдете такую взрывающуюся карамель, попробуйте приготовить. Это реально вам очень понравится. Это прям неописуемо вкусно. Фух. Причем изначально ты ее пробуешь, она как будто какая-то мягкая, а потом резко становится твердой. Это круто. Это круто, прям вообще классно. Слушайте, а что если взять не сковороду, а микроволновку? Микроволновка сможет равномерно ее нагреть. То есть не только снизу, а там сверху, сбоку. Андрюха, мне кажется, вообще такого в жизни никто не делал. Я думаю, стоит попробовать. Если вам нравятся ролики про еду, обязательно ставьте лайк и пишите об этом в комментариях. Если хотите, мы будем делать ролики про еду намного чаще. Так. У нас здесь есть тарелочка. И, собственно, наша взрывающаяся карамель. 10 пачек. Она у нас уже желтая. Вообще она разноцветная. Мы сейчас решили взять желтую. Ну, вроде прикола, оранжевую точнее. Так. Ух ты, какая красивая. Что они отличаются по цвету к отсвечению? Да, уродно. Я верю, что никто не запихивал трескающуюся карамель в микроволновку еще ни разу. Я думаю, что вообще никто ничего не делал с такой карамелью. Мы первые. 10 упаковок. Я не знаю, сколько придется греть, но... Я думаю, придется подождать. Офигеть, смотри, какая реакция жесткая пошла. Смотри, они огромные становятся, по-моему. Ё-моё! Все, все, надо доставать, Андрюха, здесь уже дымится. Все, я достаю быстрее! Оно... Да, оно уже дымится реально. О, щит. Все, хранами колоновки. Теперь-то даже пахнет, как карамель. Настоящая, сжженая причем. Что, попробуешь? Давай попробуй. На сковородке мне больше понравилось. Она также не хлопает, но вкус попротивнее. Он, скорее всего, подгорел немножко. То, как мы сделали это на сковородке, это было прям реально идеально. Но прикол в том, что карамель нормально так реагирует от горячего. Прикольно. Ребят, я думаю, вы помните, как шумел один пакетик взрывной карамели. Но как вы думаете, как будет шуметь 10 упаковок взрывной карамели? Или же, как будет шуметь 100 упаковок взрывной карамели? Я думаю, вы помните, как шумит один пакетик. Но если не помните, то вот. 109 Ну а как шумит 10 пакетиков? Сейчас узнаем 10 упаковок взрывающейся карамели Настраиваем наш Шумомер Все готовы? Я готов Раз Два Сто пятнадцать Андрюха Чтобы вы понимали Кто-то из подписчиков нам написал Что децибелы считаются по-другому Типа 114 и 115 Это огромная разница Там какая-то геометрическая прогрессия Я, короче, не разбираюсь, но многие об этом писали 115,6 10 пачек Это все, это оглохнет точно О май гад О май гад Если смотреть по таблице, то 115 децибел Это у нас вот Крайне шумно Пескоструйный аппарат И подобные механизмы в радиусе одного метра Но это всего 10 пачек А у нас будет просто капец как много Я буду даже представить, что сейчас будет со 100 пачками Это будет вообще жесть Интересно, до скольки мы сможем дойти сегодня Какая-то карамелька издает такой шум Не знаю, у меня в голове не укладывается, как такое вообще возможно Давайте сейчас раскроем 100 пачек И посмотрим, что же будет 100 упаковок взрывающейся карамели Вы только посмотрите, как это красиво выглядит Вот этот вот переход цветов Это просто что-то невероятное Выглядит очень круто Наверное, логичнее было бы сейчас все это взвесить Типа, узнать, сколько взрывающейся карамели в 100 пачках Но делать этого не нужно, потому что В одной пачке находится всего 1 грамм взрывающейся карамели То есть здесь 100 грамм Круто Давайте высыпем и узнаем, с какой громкостью будут шуметь они Сейчас нужно весь этот стакан одновременно высыпать в эту колбу в горячую Я надеюсь, все получится Так максимальную тишину, ребят, сейчас все соблюдаем Включаем Страшно 1, 2, 3 Охренеть, она шумнула прям Слушай, она кипит, тярится как бы Офигеть! Ты слышал она как громко, просто нереально громко шепнула Это было громко Сколько у нас было на 10? 115,6 115,6 Точно так же Слушай, а почему она не увеличила? Мне кажется, было громче, да? Да мне тоже показалось вообще, намного громче было как будто Ребят, я не знаю, почему шумомер показал 115,6 Но на видео четко слышно, что 100 пачек шумит громче, чем 10 пачек Это было и визуально видно, и на слух ощутимо Но здесь 115,6, возможно мы что-то сделали как-то с шумомером Может быть слишком близко держали, но это как бы пофигу Я думаю, что когда мы возьмем большое количество этой взрывной карамели Тогда будет просто жесть и очень громко Но в принципе, хотя здесь же все с геометрической прогрессией увеличивается Ну да Видать, скорее всего, этого не хватило, чтобы сделать какой-то шаг уверенный И, наверное, вот как раз-таки 1000 пачек, точнее 3000 пачек Сделают хороший шаг вперед Но это выглядит прям офигенно Я боюсь представить, что будет реально, когда мы засыпем все Это будет очень громко, это Мне кажется, вдруг у нас аквариум просто лопнет от этого, я не знаю Кстати, да, может такое реально быть Офигеть Так, ладно, заканчиваем с этими мини-экспериментами И переходим к нашему главному Суперэксперименту со взрывной карамелью Представляю вашему вниманию, ребят 3000 пачек взрывающей карамели Это все нужно будет сейчас раскрыть И сложить в одну тару Помогите кто-нибудь, пожалуйста Я один не справлюсь с этой штукой со всей Готово, ребята Мы потратили где-то 3 часа на то, чтобы это сделать Здесь 3000 пачек взрывной карамели, то есть 3 килограмма хлопающей карамели Это выглядит как-то так Ооо, нифига себе, смотри, как сбоку это выглядит офигенно, да? Да, по слоям Мне кажется, это очень красиво Жалко будет с этим, конечно, расставаться Ну а мы переходим, наконец-таки, к финальному эксперименту Как вы думаете, что будет? Вот прямо сейчас напишите в комментариях Насколько это будет громко, насколько будет эффектно И если тебе нравятся такие видеоролики, то обязательно ставь лайк Ну а мы начинаем Мы нагрели нашу воду Сейчас она прям такая, знаете, невыносимо терпимая, я бы так сказал Я думаю, что этого хватит В принципе, наша тарелка полная И я думаю, стоит начинать Сейчас главное соблюдать тишину максимальную Так, у Романа у нас шумомер Немножко волнительно, потому что 3 часа все-таки мы это делали И как-то хочется прям хорошего результата, а не... Ну вы поняли Так, сейчас нужно выставить максимум, чтобы прям зафиксировалось значение Раз Два Три 104, Андрюха Какого черта? Ну, слушай, она не все, короче, шикнула А мы что, ей помешали? Слушай А чем, чем решать-то? Есть, чем решать? Ну Короче, ребят, не произошло прям такого жесткого бума Но это скорее всего из-за того, что это все-таки было в тарелке То есть не все кусочки мгновенно среагировали с водой То есть это слишком много Это дофига получилось Но эта штука не успокаивается И она прям нормально так бьет Это... Оно уж вылетает сюда Просто мне на руку вылетает Вот отсюда Да капец, она очень сильно шумит Она очень громко шумит Ооо Они прям в палец стреляют, засунь Ну сюда, вон внутрь В воду Там вообще дискотека происходит Вообще жесткая дискотека Там реально прям движение такое Капец Слушай Да, засунь полностью руки Там не протерпишь Вода горячая Ааа Почему ты поздно сказал об этом? Ооо, пахнет вкусно Ну пахнет очень вкусно Прям фруктовое такое Я думаю, что на видео Это было очень красиво И вы видели всю эту реакцию Я на самом деле даже такого не ожидал Я думал, будет мгновенный пшик и все Но они трещат уже на протяжении скольки Вот мы ее сколько минут уже снимаем И они вообще не успокаиваются Очень интересно посмотреть на то Как реагирует порошок шипучки Вот что будет, если тысячу конфет вот так вот высыпать Мне кажется, что реакция будет совершенно другой Не знаю, хуже она будет или лучше Но это очень прикольно Я даже, вот когда мы высыпали Я даже на одно мгновение потерял дар речи И я такой А ты все еще потеряла, Дрюха Я просто не ожидал, правда, что такое произойдет Ну, помаленьку все стихает Знаешь, напоминает дождь? Как будто дождь капает Да, нет Да уж Там есть что-то внутри? А, горячая вода, как минимум Не, а кусочков нету? Нету, они растворились походу Блин, ну прикольно, прикольно Но На то он эксперимент Мы не знали, что произойдет И как будет такой результат Я надеюсь, вам понравился видеоролик Не забывайте подписываться на канал Ставить лайк Всем спасибо большое за просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok